Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Из книги «Открытым оком» тема «Война. Вопрос 948». При министерстве обороны освящена часовня Архистартига Михаила. В известиях на первой странице фотографии, где патриарх Алексий II причащает бритых генералов. Христианство ли это? Зачем церковь соединяется с государством? Отвечает Игнатий Тихонович Глабкин. Патриарх ничем не отличается от прочих архиереев своей бездуховности. Говорю, пользуясь их терминологией, совершенно не сверяясь с Библией. Архиереи ничем не отличаются от своих священников. Библия для них как бы не существует. Священники ничем не отличаются от своих мирян. Слово Божие для всех них не нужно и не является руководством. Повторяю, современное православие, московская патриархия – это абсолютно не евангельская организация, а религиозное обрядоверие госучреждения. И в данном случае патриарх – просто жалкая игрушка на потеху и потребу мира. Нет у него ни страха Божия, ни истинной веры. Он ездит по стране и играет в бирюльки, освящая какие-то храмы, часовни, престолы, иконы. Кого-то награждает. И все у него хорошо. И власть его любит. Народ кланяется колесам его лимузина. Луки 6, глава 26 стих. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо. Ибо так поступали служеб пророками отцы их. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а с славой, которую от единого Бога не ищете? 2 Тимофеев 4, 3. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые встили бы слуху. Сделайте воображаемое сравнение. Апостол Павел причащает генералитет Нерона и строит часовню на Марсовом поле. Архиереи и патриарх мертвой хваткой вцепили свою власть. Представь он себе, что сейчас Седьмой Вселенский Собор, в лице всех своих представителей, вызывает его на допрос и опрошает. 3. Господин Ридигер, подчиняясь ли решениям нашего Собора, он, конечно же, отвечает, да, святые отцы, не чисто же вопреки глаголю, а скудевающее, восполняющее. 4. И тогда ему зачитывают третье правило. 5. Всякое избрание воепископа или пресвитера или диакона, делаемым мирскими начальниками, да будет недействительно по правилу, которое говорит. 6. Если который епископ, мирских начальников употребив, через них получит епископскую церковь власть, да будет извержен и отлучен, и все сообщающиеся с ним. 7. Ибо имеющие произвестись воепископа, должен избираем быть от епископов. 8. Якось же святых отцов определено в правилах, которое говорит, епископа поставлять наиболее прилично всем той области епископам. 9. Если же сие неудобно или по надлежащей нужде или по дальности пути, то по крайней мере при три вместе дособерутся, а отсутствующие допримут участие в избрании и изъявят согласие посредством грамот, и тогда творит постановление. 10. Утверждать же таковые действия в каждой области подобает ею митрополиту. 10. Итак, господин Ридигер, снимайте шапку и отдайте свою клюшку другим, а сами сквозь жировицкий монастырь. 10. И вот если бы так по канонам перешрестили всех архиереев, сняли с церкви всю эту коммунистическую коросту сергианства, уже было бы положено начало восстановления падшей скильни. 11. Во дворце Троица Сергиевой Лавры огромная толпа. Кто это? 12. Ревизионная комиссия? Прибыли все до единого участника Шестого Вселенского Собора. Срочными телеграммами вызваны все до единого священники. 13. Вы признаете решение нашего Собора или нет? 14. Да, все честные отцы, признаем, и нечисто же вопреки. 14. Глаголем, восполняющим, оскудевающим. 15. Итак, слушайте и внимайте. 14. Правило. 15. Правило святых и богонослов Отец Наший да соблюдается и всем, дабы вопрос свитера прежде 30 лет не рукополагать, если бы человек и весьма достойный был, но от лагати до увлеченных лет, ибо Господь Иисус Христос в 30-е лето крестился и начал учить. 15. Подобно и диакам, прежде 25 лет, и диканистам прежде 40 лет они поставляются. 15. И подиакам да поставляются не прежде 20 лет возраста. 16. Если же кто, в какую бы то не было священную степень поставлен будет прежде определенных лет, да будет извержен. 16. Приступить к разоружению безоговорочной капитуляции. 17. Далее представьте всех святых отцов, утверждавших апостольские правила, и точно та же перед ними вся советская патриаршая церковь. 17. И зачитывается правила 49 и 50. 18. Если кто, епископ или пресвитер крестит не по Господню учреждению, в Отца и Сына и Святого Духа, но в трех безначальных, или в трех сынов, или в трех учащителей, да будет извержен. 18. Если кто, епископ или пресвитер, совершит не в три погружения единого тайной действия, но в одно погружение, давая ему смерть Господню, да будет извержен. 19. Ибо не говорил Господь, смерть мою крестите, но и дя, научите все народы крестяи во имя Отца и Сына и Святого Духа. 20. Духовная инквизиция. 21. Приступите к исполнению ваших обязанностей все рясы сложить в одно место, архиерейские жезлы, нерассветшие и сухие в другое. 22. От прикосновения к этим широким рукавам ряс кровоотечения не останавливается ни у кого. 23. В таких лжекрещениях без погружения ангел не возмущает воду, и калеки не делаются здравыми нигде. 23. И вот после такого очистительного смерча, после такой ревизии, у этих генералов мыслей бы не было брать себе в наложницу невесту Христову, тащить ее на панель. 24. Продолжение следует...